Б. Бегемот Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус Недружелюбно насупившись проговорил кот, сидящий на камине И еще считаю своим долгом предупредить, что кот – древнее и неприкосновенное животное Примус, обняв который сидит Паш Воланда по имени Кот Бегемот, не случайен Несложная по конструкции горелка для приготовления пищи на небольшое количество людей Получившая название в честь наиболее известной фирмы-производителя Указывает здесь на нечто большее, на нечто имеющее отношение к метафизике власти Примус Интерпарис Первый среди равных Это титул Цезаря Это титул Октавиана Августа Титул правителя в широком смысле Когда в так называемую нехорошую квартиру вламывается отряд стражей закона Черный кот невозмутимо сидит на камине, держа в руках упомянутый выше Примус, похожий на железную корону Карла Великого Чекисты, пришедшие арестовывать темного правителя мира Воланда, находят лишь его верного слугу Символическим предметом в руках Кот насмехается над людьми с оружием, всем своим расслабленным видом и ироничным ответом показывает, кто на самом деле является Примус Первым Кому принадлежит власть в этом мире и кто его настоящий правитель Под словом бегемот скрывается неизвестное любому ребенку упитанное животное из жаркой Африки А мифическое существо огромного и устрашающего вида, которое можно увидеть лишь в страшном сне, но которое очень сложно вообразить Поэтому любое изображение этого существа условно В культуре древнего двуречия бегемот считался владыкой суши или повелителем всего пространства, всей земли, окруженной водой Согласно той же традиции, этому гиганту противостоит другой гигант, повелитель моря по имени Левиафан Он имеет образ гигантского морского существа, то ли рыбы, то ли кита, то ли крокодила И он столь же ужасен История человечества, согласно учению геополитики, есть тысячелетняя борьба суши и моря Бескончаемая битва бегемота и Левиафана Геополитик правого толка Немецкий мыслитель Карл Шмидт в 1942 году писал в книге «Земля и море» Цитата «Бегемот прилагает усилие, чтобы разорвать Левиафана своими рогами или зубами, в то время как Левиафан напротив зажимает пасть и нос наземного животного своими плавниками, так что он не может ни есть ни дышать» Конец цитаты История человечества, согласно этой мифологии, должна закончиться победой одного или другого И пока это не произошло, Левиафан и Бегемот будут душить друг друга в смертельных объятиях взаимной ненависти и любви Кот-бегемот, обнявший примус Иронический в данном случае символ власти Не вызывает у пришедших его арестовывать Чекистов благовейного почтения или ужаса А лишь одно удивление Не способны объяснить самим себе увиденное Они открывают по нему беспорядочный огонь Надеясь, что метафизическая реальность может быть уничтожена С 7-граммовой пулей, вылетевшей из механического устройства Известного как Великий Уравнитель С 8-граммовой пулей, вылетевшей из механического устройства